В Краеведческом музее прошел праздник самобытной нанайской культуры. Ставшие уже традиционными дни национальной культуры привлекают амурчан своим национальным колоритом. Не стал исключением и нынешний праздник. Он прошел под названием «Оминская мозаика». Сотрудники музея постарались, чтобы все присутствующие смогли поближе узнать самобытную культуру нанайского народа. И в то же время хотелось, чтобы праздник был ярким и красочным. Поэтому свою творческую программу на празднике представил коллектив «Центр национальной культуры Эрген» села Оми, который в последние годы все чаще заявляет о себе как достойный продолжатель национальных традиций, является активным участником различного уровня фестивалей, конкурсов и праздников нанайской культуры. Детский танцевальный коллектив под руководством специалистов центра представил несколько хореографических номеров. Дети читали стихи амурских поэтов, провели дефиле национальных сценических костюмов, которые создала местная мастерица. Зрители очень тепло встречали артистов. Праздник был посвящен 55-летию Амурского района. В мероприятии приняли участие жители города, сел Оми и Ачана, учащиеся детской художественной школы и общеобразовательных школ города, педагоги и воспитатели детских садов, мастера декоративно-прикладного искусства города Амурска и села Оми. К данному событию в музее была оформлена выставка «Золотые руки мастеров», где были представлены работы лучших мастеров нанайского национального искусства города Амурска и села Оми. Для таких мастера, как Вячеслав Петрович Бильды, Александр Викторович Киле, Лариса Петровна Гоняина, Луиза Демьяновна Ходжер, Светлана Евгеньевна Серкина. Я хотела свадебную кухню сделать. Вот это вот все вышито. Кажется, что немного, а вообще я его месяц вышивала. Там очень мелко. Вот я сейчас уже вижу, я так уже не смогу. А вообще это очень долго. Большой интерес у гостей праздника вызвала яркая и разнообразная выставка сувенирной продукции, которую привезли с собой мастера из Центра национальной культуры села Оми. Все выставки, которые устраивают девочки, я имею в виду нанайцы, у них исключительная бывает работа. Просто думаешь, боже мой, ну как человек может вот такую мелкую деталь и так вышить. В заключении праздника были вручены дипломы и памятные подарки артистам этого замечательного творческого коллектива во главе с директором Екатериной Аркадьевной Киля, а также мастерам, авторам музейной выставки декоративно-прикладного искусства. Также спасибо вам большое. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. С какими-то предложениями, творческими, какими-то мыслями. Спасибо вам большое. Очень рады с вами сотрудничать. Оминская земля, она всегда была богата талантами. Я думаю, сейчас уже на самом рассвете мастера, и у них есть мастера резьбы по дереву, это Бельдей Вячеслав и Кили Елена, которые работают и по рыбе хожей, и как мастер, она вышивает красиво. Ну и, конечно, творчество. Национальный культурный центр РГ, он славится уже у нас в Амбургском районе, он занимает достойные хорошие места. Гости еще долго не расходились, рассматривали коллекции изделий декоративно-прикладного искусства на выставке, общались, фотографировались. Праздник нанесской культуры «Оминская мозаика» оставил много позитивных впечатлений. Екатерина Касаткина, Сергей Жиренков, Телеканал Амурск.